Западная часть Киева, полчаса на метро от Майдана Незалежности. Тренировочная база полка Азов, подразделение в составе Национальной гвардии Украины, за которым тянется дурная слава, симпатии к неонацистским организациям. Связи Азова и других крайне правых украинских организаций в Германии стали предметом парламентского запроса в немецкое правительство. Инициированного фракцией левой партии, традиционно популярной на востоке Германии и имеющей давние связи с Москвой. Подобные запросы – инструмент парламентского контроля за работой правительства. Согласно решению Конституционного суда Германии, правительство обязано отвечать депутатам, причем делать это подробно и в течение двух недель. В ответе по поводу сотрудничества украинских и немецких неонацистов, например, указано, что в саксонском городе Пирна зарегистрирован проект, цель которого – организация отпусков в Германии для родственников бойцов Азова. Цитата. «Основная цель проекта Крафтквель заключается в организации отдыха на территории Германии для родственников и членов семей бойцов полка Азов. Предполагается, что подобные отпуска, среди прочего, способствуют укреплению связей между немецкими и украинскими правыми экстремистами». Координатор запроса депутат Мартина Реннер ответом правительства недовольна. «Мы как раз отправили на эту тему парламентский запрос правительства. И результат ужасающий. Ужасающий, потому что правительство почти ничего не знает. Я не могу оценить, получает ли правительство от спецслужб информацию, которую не передает нам в парламент. Если это так, то это проблематично, потому что речь идёт о вещах, представляющих интерес для общественности. Речь идёт об угрозах, которые возникают из этих контактов, и о которых надо говорить открыто». Депутат утверждает, что неонацисты из Германии стремятся в Украину, чтобы потренироваться в обращении с огнестрельным оружием, и что спецслужбы Германии и стран ЕС уделяют международным связям крайне правых слишком мало внимания. «Круг неонацистов очень узкий. Все они связаны между собой, в том числе и через интернет. Гораздо быстрее, чем, скажем, лет 10 назад. Насколько работает взаимодействие спецслужб, обмен информацией, юридическая помощь в рамках расследования конкретных уголовных дел, я об этом не могу судить. Однако в том, что касается Украины, я могу утверждать наверняка, что число названных в докладе правительства неонацистов, о которых известно, что они туда ездили, настолько мало, что оно не может быть правдой». Мартина Реннер говорит, что немецких правых привлекает возможность делать за границей то, что запрещено в Германии. От обучения обращению с боевым оружием до участия в боевых действиях. «Сегодня это Украина, через три года это может быть какая-то другая страна», говорит депутат. Правительство Германии пишет, что существует абстрактная опасность того, что немецкие правые экстремисты благодаря контактам в правоэкстремистских кругах Украины смогут завладеть оружием, а также принять участие в тренингах по обращению с оружием и по стрельбе. Полученные знания могут быть применены для правоэкстремистской деятельности в Германии. А еще депутат Реннер критикует немецкие спецслужбы за недостаточно дигитальный и недостаточно международный подход к борьбе с правым экстремизмом. Однако сами немецкие ультраправые находятся в двоякой ситуации, отмечают наблюдатели в Киеве. Дело в том, что их заигрывание с украинскими националистами скорее даже противоречит общей линии на одобрение политик Кремля в отношении Украины. Субтитры создавал DimaTorzok